Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня очень необычное у нас собрание, необычное время, необычная обстановка, но наше желание, чтобы прославить Господа, прославить Его за то, что Он нам дает, за Его дары, за прекрасную возможность быть вместе и воздать Ему славу. И давайте первой песней, первым гимном, который мы сегодня прославим Господа, это песня «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Субтитры создавал DimaTorzok «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал, Любовь Творца». «На всех существ, кого свой свет горю я, и даешь Ты любовью Отца». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресения Когда пойдет, Господь, в небе, Так и вели, так и вели. Когда пойдет, Пойду, Господь, в небе, Так и вели, так и вели. Когда Господь меня запризывает, И светит луч сияния Его, Когда пойду, смирение слабое, Призвел ты лишь, чего нас поеду. Когда пойдет, Пойду, Господь, в небе, Так и вели, так и вели. Когда пойдет, Пойду, Господь, в небе, Так и вели, так и вели. Дорогие братья и сестры, Приветствую вас, я их любовью, Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Слава Богу, что Господь дал нам эту возможность Прийти в дом молитвы, чтобы в сегодняшний особый день Прославить Господа, поблагодарить Господа за то, Что Он даровал нам в нашей земной жизни. Не только за то спасение, которое принес Он с небес, Но и также за земные блага, которыми мы с вами пользуемся. Пусть Господь благословит каждого из присутствующих здесь. Я думаю, что многие еще, может, некоторые еще подойдут. Может быть, кто-то забыл, что собрания у нас на полдевятого подойдут еще, И будем иметь общение вместе с ними. Ну, а сейчас, начиная наше служение, мне хотелось бы начать с молитвы, Ищение Слова Божьего, с молитвы благодарности, Которую мы совершим с братом Денисом, За земные блага, за хлеб насущный, что Господь дает, И также за хлеб небесный, за Слово жизни, которое Господь оставил, Чтобы мы руководствовались им и обращались к Нему, Как к светильнику, который сияет в темном месте. Давайте мы с вами вместе прочитаем из книги Псалтырь, 103-й Псалом, с 24-го стиха. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, Там присмыкающиеся, которым нет числа, Животные малые с большими, там плавают корабли, Там этот левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу и их в свое время. Дашь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирает и в персть Твою возвращается. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих. Аминь. Пожалуйста, брат Денис, подойди сюда. Мы совершим молитву благодарности, прославим Господа. Господь, мы собрались сегодня вместе, чтобы прославить Тебя как Церковь и Ты как Спаситель, Который искупил нас, который пролил свою святую кровь, чтобы каждый из нас имел спасение, имел радость общения друг с другом. Я благодарю Тебя, Господь, за все блага, которые Ты даешь нам. Я благодарю Тебя за все благословения, которые Ты посылаешь на эту землю, что Ты даешь, Господи, дождь и ранний, и поздний, что Ты наполняешь нас Своими благами. Господь, Ты посылаешь Свои благословения на землю. Ты не отнимаешь, Господи, Свою любовь от нас, Свою милость. И Ты даешь нам пропитание на каждый день. Я благодарю Тебя за этот хлеб, за то, что на наших столах этот хлеб каждый день. Мы не имеем недостатка, мы не имеем голода, и только по Твоей великой любви и милости к нам. Господь, мы не достойны благословений, мы не достойны всех тех милостей, которые Ты даешь для нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты переселил нас в эту страну. Ты благословляешь нас. Ты даешь нам и силы, и здоровье, Ты посылаешь нам финансы. Я благодарю Тебя за все и славлю, за то, что мы можем вкушать этот хлеб, радоваться и благодарить Тебя. За то, что Ты обещал, что праведник, он никогда не будет в голоде. Господи, что человек, который в мире с Тобой, что человек, который познал Тебя, будет благословляем Тобой. Я прошу Тебя, Господи, не убери свои благословения от нас. Не убери, Господи, эти милости и свою любовь. Не закрой эту дверь благословения. Посылай нам также дожди ранние и поздние, чтобы мы могли видеть хлеб на наших столах. Чтобы мы могли благодарить Тебя и помнить, что все это произрастила Твоя любящая рука, которая заботится, которая любит, которая охраняет нас. Да будешь Ты провозглашен, да будешь Ты, Господи, прославлен и благословен в наших сердцах. И благослови служение, благослови, Господи, все эти песнопения, молитвы. Мы действительно желаем прославить Тебя. Благослови нас, Отец и на Дух Святой. Аминь. Наш милосердный Господь, присоединяемся к этой молитве благодарности за земные блага, которые Ты даровал нам. Господи, ну наибольшая наша благодарность за Сына Твоего Единородного Спасителя нашего Иисуса Христа, что Он не погнушался нами, грешниками, но сошел на эту землю для того, чтобы приблизить к Тебе, для того, чтобы дать будущность надежду, для того, чтобы сделать детьми своими. Благодарим, Господь, за кровь пролитую, за жертву голгофы. Господи, мы также благодарны Тебе за то, что Ты не оставил сиротами, ушедши на небеса, к Отцу Своему Небесному. Ты даровал Духа Твоего Святого. Руководить, направлять, обличать, исправлять каждого из нас. Слава Тебе и благодарность за это. Господи, прими также благодарность за это Слово, к которому мы сегодня можем обращаться, и которое Ты оставил для всех любящих Тебя, которого мы можем изучать, углубляться, копать и углубляться в Него, чтобы познавать больше волю Твою Святую, чтобы познавать Тебя, чтобы преображаться в Твой Божественный образ, чтобы быть похожим так, как Ты, и подражать Тебе во все дни нашей жизни. Господи, благодарим, что в этом Слове, в Слове Твоем мы находим утешение. И если кто скорбит, Ты это даешь утешение. Мы находим ответы на все трудности в нашей житейской проблеме. Ты даешь, Господи, решение каждому, кто обращается к Нему. Благодарим Тебя за это. Благослови, чтобы оно возрастало в наших сердцах, в наших душах, чтобы мы могли не только слышать или мечтающими, но и исполняющими в жизни своей. Потому что Ты сказал, что те, кто и слышит, и исполняет, они блаженны, они благословенны, они всегда будут услышаны Тобою. Да будет Твое имя благословенно во веки веков. И в этот час утренний мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил наши сердца, благословил нашу память, наш разум, принять Слово Твое, прославить Тебя в наших сердцах, в наших душах, потому что Ты действительно достоин славы, чести и поклонения. И она полностью только Тебе принадлежит, единому Творцу неба и земли, который насыщает, который благословляет, который дает все необходимое для нашей земной жизни. Благодарим Тебя и просим благословения в этот час на всех участвующих в этом служении. Пусть Твое имя прославится, возвеличится и превознесется. Вечный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Следующее песнопение мы будем петь с вами. «Сей благое семя и назорница жизни для спасения падших жертвы Игори». Посмотрите, пожалуйста, я в 6-6-5 или рядом с «Сей благое семя». Простите, пожалуйста, минутку. Или я неправильно. «Сей благое семя». Мы в разделе жертвенных, и, может быть, я цифрой ошибся. 6-5-5. 6-5-5. Я виноват. Окей. Сей благое семя и назорница жизни для спасения падших жертвы и горит. Скоро будем тоси, скоро все мы вместе, в радости великой. Соберем снапы. Соберем снапы, снапы. Соберем снапы, снапы. В радости великой. Соберем снапы. Соберем снапы, снапы. Соберем снапы, снапы. В радости великой. Соберем снапы. Всего солнца светит, зимний династья, Тьма и холода в жизни дура не смутит. Твой по сердцу светит, кончатся страдания, Жадный мирный черный, пусть дружа смешит. Соберем снобы, снобы, радость великой, Соберем снобы, снобы, Соберем снобы, радость великой. Соберем снобы, 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 смеют почечно, Боже побенько стопило, Сердце всем отдайся, им пришлось спасать. Слезы сам отрету, тей, как обойдем мы, Радости великой, жадку собирать. Слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Вы знаете, сейчас мы живем в особое время, в время развитой технологии, телевидения, компьютеризации. Несколько десятилетий назад, когда я стал изучать Библию, и впервые прочитал в книге Откровения, вы помните события, когда двое свидетелей будут свидетельствовать, будут убиты они в Израиле, и написано, что весь мир наблюдал за ними, и посылали подарки со всех государств друг к другу. Я думал, как это может быть, там где-то совершилось за тысячи километров, а весь мир будет видеть. Теперь это не тайно. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, настолько все развито, что мы можем действительно видеть в любом конце мира, что творится, какие события происходят, нам показывают, и мы видим это своими глазами. Сегодня мы хотим, чтобы и Виталий Григорьевич, пресвитер нас, он также поучаствовал в нашем богослужении, на попрямой связи через Zoom, или как там братья подключат его, он хочет поприветствовать церкву. Я думаю, что вы читали, на Вайбере он прислал, что он заболел, притом положительный у него показался, этот коронавирус. Он остался дома вместе с семьей, чтобы не распространять это. Но вот через видеообращение он хочет иметь общение с церковью, и мы предоставляем эту возможность. Пожалуйста, Антон, Стив, кто там из вас, подсоединяйте его. Спасибо. Мир вам, дорогая церковь. Я рад, что сегодня можно общаться таким способом, что вы можете меня слышать и видеть. Слава Господу, друзья, и слава Господу за то, что мы вместе можем с вами также праздновать праздник Жатвы. Это особый день в году, когда церковь собирается вместе, не только для того, чтобы видеть благословения, которыми Бог благословляет нас в этой материальной земной жизни, но также, конечно же, это воздать хвалу, благодарность нашему Господу и нашему Спасителю. И особая благодарность нашей команде, видео, аудио, которые смогли сделать, друзья, что я также могу обратиться к вам, поздравить вас и поучаствовать также в небольшом пожелании. Как я уже говорил, братьям церковного совета, также и церкви через Viber account, мы, к сожалению, заболели всей семьей. И у меня и моего папы, честя, позитивный результат COVID. И поэтому мы должны быть дома вот пару недель, никуда не выходить, ни с кем не общаться. Поэтому прошу молиться также. Слава Господу, в нашей семье все здоровы, и я хорошо себя чувствую, никаких осложнений, ничего. Но вот за папу моего, конечно, особая молитва, потому что он находится в госпитале, в реанимации, и ему очень плохо. Поэтому молитесь за него. Благодарность Господу, друзья, за то, что его милость она не истощилась. Благодарность Господу за то, что он великий Бог, он великий Господь. И его слово – это тот голос, который сегодня мы слышим. Его голос – это то место, где мы находим не только откровение его воли, но мы находим также поддержку, мы находим укрепление, мы находим силы. Открывая его слово, друзья, мы находим в нем упование и надежду, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я хотел бы также сегодня поздравить вас с Праздником Жатвой 2020, пожелать вам обильных Господних благословений и в окончании этого года, и в следующем году. И хотел бы прочитать несколько стихов из Библии, оставить небольшое пожелание и помолиться вместе с вами. Откройте, друзья, Евангелие от Матфея, 9 главу. И пока вы открываете последние стихи этой 9 главы, я сделаю вступление по тем событиям, которые тоже и на этой неделе произошли в нашей стране и еще происходят, еще находятся в процессе. На этой неделе чуть больше 70 миллионов человек проголосовали за партию, которая открыто выступает, открыто проповедует, открыто учит убийству младенцев, учит разрушению семьи, противление всему тому, что библейски фундаментально. И более 70 миллионов людей, которые открыто подали свой голос в поддержку открытого Богопротивления, друзья. Когда мы с вами смотрим на эту массу людей, мы смотрим на тех, которые не скрываясь, не пряча, но открыто выставляют вот эти свои голоса. Более того, они гордятся этими взглядами, они гордятся и они готовы бороться за эти взгляды. Друзья, мы вполне возможно можем иметь свои мнения, несогласия, может быть даже отвращение к тому, что происходит. Но нам необходимо смотреть на этих людей, на эту огромную массу сограждан, нам необходимо смотреть библейскими глазами. И смотрите, что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 9 главе 37 по 38 стих. Вот это вот взгляды Иисуса Христа. Это взгляды Иисуса Христа не только на современников своих, не только на то время, когда Он ходил с учениками и учил, но это тот же самый взгляд и сегодня. Это та же самая проблема и сегодня. Друзья, мы видим с вами в этих стихах, мы видим три действующих лица. Мы видим господина жатвы, мы видим делателей или работников, и мы с вами видим также саму жатву. И Иисус вот здесь вот представляет ученикам жатву, как грешников, которые нуждаются в спасении. Людей, которые не имеют пастыря, людей, которые не имеют будущности, не имеют цели. Мы видим с вами состояние этих людей, мы видим с вами разрушенные жизни, мы видим постоянную недовлетворенность, отсутствие мира, любви, радости, ненависть. Мы видим с вами жизнь во грехах. И может быть даже сегодня среди нас есть люди, которые имеют то же состояние. Может быть даже среди нас сегодня есть люди, которые еще не познали Господа, как вот личность, которая может изменить нашу жизнь. Личность, которая может спасти нас. Иисус, видя толпы людей, он делает ударение, что жатвы много, что таких людей это огромное количество. Людей, которые нуждаются в спасении, которые должны быть спасены. Мы с вами видим вот этот вот вывод, который делает Иисус Христос. Господин, это другая личность, которая здесь представлена. Господин это есть тот, кому принадлежат результаты. Это владелец этой жатвы, тот, кто заботится о состоянии этого урожая. Иисус вот этими словами, он дает понять, что не нам решать, много жатвы или нет. В каком состоянии этот урожай. Время ли сбора или еще нет. Он делает вывод. Он говорит, что жатвы много. Много труда. Много душ, которые нуждаются в спасении. И вывод, этот вывод делается самим хозяином, который видит истинную сущность происходящего. Ему не нужны какие-то средства массовой информации. Ему не нужны опросники. Он знает. И более того, он знает истинную. Истинную сущность. Без всякого прикрытия. Без всякого обмана. Мы видим с вами также здесь, в этом стихах, это делателей или работников. То есть люди, которые готовы к исполнению этой цели. И интересно, что Иисус, обращаясь к ученикам, чтобы они молили господина жатвы, чтобы он выслал делателей, вот в начале 10 главы он посылает их быть этими же делателями. То есть, другими словами, это те же самые люди, которые не только молят Бога, но и которые сами идут и делают, которые сами идут и совершают вот эту работу, совершают вот этот труд. Друзья, сегодня, когда мы с вами смотрим на эти стихи, и мы с вами смотрим на состояние мира, я думаю, что праздник жатвы, он особо начинает быть ярким в том, чтобы показать нам милость нашего Господа, показать нам Его долготерпение, показать нам, что Господь еще держит вот эту дверь спасения открытой. Он еще продолжает звать, призывать и повелевать людям покаяться. И в этом, друзья, действительно, когда мы посмотрим на состояние людей, мы посмотрим на их цели, мы посмотрим на то, чем они живут, мы действительно удивляемся, потому что нам непонятно эта милость, нам непонятно, как Бог может быть таким милостивым, как Бог может быть таким любвеобильным, видя ту несправедливость, то зло, которое происходит. Но такого наш Господь, друзья. И действительно, Его милость, Его долготерпение, оно не вечно. Когда-то Он перейдет к суду. Но сегодня еще эта дверь открыта. Сегодня Господь, и Он есть тот Господин, который располагает вот этим временем, который контролирует вот этим вот временем, который определяет то, что будет происходить. Наша ответственность – это послушание Его голосу. Наша ответственность – это исполнение Его воли. Наша ответственность – это ожидание Его возвращения, друзья. Поэтому я еще раз поздравляю вас вот с этим праздником, с праздником жатвы. Желаю вам обильных Господних благословений. Вместе с вами мы будем продолжать прославлять нашего Господа, воздавать Ему хвалу и честь, исполняя Его волю и ожидая Его возвращения. Пускай вас Господь благослови, друзья. Аминь. Давайте мы с вами помолимся. Господь Иисус, Тебе хвала, Тебе слава, Тебе поклонение. Тебе честь за то, что Ты наш Господь. За то, что Ты есть Тот, Который знаешь состояние этой жатвы. За то, что Ты есть Тот, Который призываешь и посылаешь своих делателей, своих работников на эту жатву. Мы поклоняемся Тебе. Мы прославляем Тебя. Господь, Ты есть наш Спаситель. Ты есть тот единственный источник нашего утешения. К Тебе и только к Тебе стремится наша душа. Только в Тебе находит покой душа наша, Господь. И поэтому мы просим Тебя о том, чтобы мы были верны Твоей воле. Мы были верны Твоему голосу. И чтобы мы в верности ожидали Твоего возвращения. Мы просим Тебя, Господь, об этом. Мы просим о благословении на нашу церковь. Чтобы и наша церковь была верной исполнительностью по местной церковью, которая ожидает Тебя, которая исполняет и трудится, и выполняет Твою волю. Мы просим Тебя, Господь, об этом. Благослови каждого брата, каждую сестру. Благослови нашу молодежь, наших детей. Благослови, Господь, каждого, кто приходит, посещает нашу церковь, чтобы Твое слово, оно было живо и действенно. Во имя Твоем мы просим, Господь. Благослови это служение. Помоги, чтобы и это служение было наполнено благодарностью и прославлением Твоего имени, потому что Ты достоин. Мы ожидаем Тебя, Господь. Это наша надежда. Мы не можем дождаться того славного дня, когда мы услышим вот этот звук трубы, когда мы увидим Тебя на облаках, когда мы увидим Тебя возвращающегося. Господь, мы действительно не можем дождаться. И помоги, чтобы, ожидая Тебя, наши сердца продолжали радоваться. Наши сердца, не обращая внимания на то, что происходит здесь, на этой земле, зная, что Ты контролируешь все, наши сердца могли находить в Тебе покой и утешение, зная, что когда-то наши глаза, они увидят Тебя, наши руки, они будут прикасаться к Тебе. Благослови нас, Господь, да будешь Ты благословен. Аминь. Благословение Вам, дорогая церковь. Благословение Вам, дорогая церковь. Мы вас приветствуем, братья и сестры. И воскресная школа, сколько нас есть, мы сегодня прославим и две песни наши детки будут петь. И первая песня, она смысл такой, что Господь хочет, чтобы я сиял для Него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Продолжение следует... Господи, вселенную премудро Ты создал Все необходимое для жизни людям дал Дивно, чудно все устроила Твоя рука Невозможно описать богатства и добра Ты один достоин поклонения, Господь Ты мой идеал, Ты жизнь, надежный мой опор Всемогущий Бог, Ты мне опора и скала Пусть Тебе всегда звучит хвала Небеса и землю Ты премудро сотворил И бессмертную душу человеку подарил Подвиг крестный славы на колгофе завершил Чтоб во век веков на небеса с Того дрожил Ты один достоин поклонения, Господь Ты мой идеал, Ты жизнь, надежный мой опор Всемогущий Бог и мне опора и скала Пусть Тебе всегда звучит хвала Жители земли, прославьте Господа Христа Пусть во веки славят Иисуса небеса Нет такого, Господи, как Ты на всей земле Царь, царь и владыка, поклоняюсь я Тебе Ты один достоин поклонения, Господь Ты мой идеал, Ты жизнь, надежный мой опор Всемогущий Бог и мне опора и скала Пусть Тебе всегда звучит хвала Ты один достоин поклонения, Господь Ты мой идеал, Ты жизнь, надежный мой опор Всемогущий Бог и мне опора и скала Пусть Тебе всегда звучит хвала Слава Богу И еще одну песню я пою И еще одну песню я уже пел, но она, знаете, так вот хорошо идет с этим праздником Это, так она называется, одни как звук отшумят и исчезнут вдали Слава Богу И как звук отшумят и исчезнут вдали В синем небе летят И как звук отшумят и исчезнут вдали И как звук отшумят и исчезнут вдали Пусть же юность твоя Ярким светом горит И крупицы добра, и крупицы добра Людям щедро дарить Пусть же юность твоя Ярким светом горит И крупицы добра, и крупицы добра Людям щедро дарить Субтитры создавал DimaTorzok Словно цокот копыт, дней земных череда Время быстро летит, убегают года Как туман поутру, что возник на полях И исчезнет в жару, и исчезнет в жару Так и юность твоя, как туман поутру Как туман поутру, что возник на полях И исчезнет в жару, и исчезнет в жару Так и юность твоя Слава Богу! Я бы, братья и сестры, в этом году вам пожелал Чтобы действительно Наша жизнь Она отражалась Иисусом Христом И чтобы мы могли делать Больше добрых дел И ожидая пришествия Его Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вспоминать нелепо, мы лишь помним свои права, за гроши на еда, за хлеба. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. До голодного есть резон, за горбушку отдать именье, а у нас иногда как ссор, вылетает горбушку вене. Возьмелый аккордный ржи, для того сне колосится, добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. Жизнь для тебя, Иисус, если им ты дорогу меришь, если горе познаешь вкус, то отрешь уставшему двери, а у нас впереди и ток, так по-близким хотят немножко, если в доме хозяин Бог, мы не бросим на водник ручки. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит жизни без Бога нету, и душа без Него как слеп, и верха без Него планета. Слава Богу! Благодарю Тебя, мой чудный Бог, за новый день, подаренный Тобою, за каждый миг моих земных дорог, за Твой светильник вечный надо мною, за то, что не позволил голодать и не испытывал меня богатством. Ты научил других меня прощать и занялся души моей убранством. Благодарю Тебя, Господь благой, за то, что от грехов меня очистил, и каждый день Ты изменял собой, благая по крупице бисер истин. Лишь Ты всегда утешить меня мог, Твой Дух Святой души моей касался. Когда ложилась тень земных тревог, Ты в битве за меня со мной сражался. Благодарю Тебя, великий Бог, что все мои изъяны Ты прощаешь, позволив мне сидеть у Твоих ног, Ты царство вечное свое мне обещаешь. Никто не сможет у меня отнять Твою любовь и Твой покров Всевышний. Спасибо, что Ты дал себя познать и разуметь, что значит слово ближний. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон 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 «Симон» Дорогая церковь, братья и сестры, давайте мы сейчас совершим наше обычное, как мы делаем по воскресным дням, материальное служение для славы Господа, для нужд церкви. Я попрошу, пожалуйста, братья, кто будет участвовать, подойдите. Перед молитвой мы помолимся. Пожалуйста, кто брат? Виталий Данилович, Анатолий. Но перед молитвой я хотел бы дать парочку минут брату Вячеславу Никитину, у него есть в церкви обращение. Братья и сестры, на этот праздник жатвы мы хотим от церкви сделать небольшие подарочки, памятные каждому, кто сегодня пришел сюда. Это календари на 2021 год и план чтения Библии. Календари в этом году, они немножко необычные. Здесь нет таких красивых пейзажей, гор, озер. Здесь все про семью, про людей. Интересно то, что вот это, вот интересная обложка у этого журнала. Здесь просто молодая чета и ничего больше нет. Они пришли на поле, вот у них там немножко хлеба в корзине, там тележка. Они еще ничего не имеют, но они молятся. И они стали для молитвы. Там далеке церковь. Это как бы было начало Америки. Интересно, вот эта картина, она не очень известного художника, какая-то она была такая незаметная, но на сегодня ее занятую картину бились несколько музеев. Огромные тысячи долларов стоит эта картина. Это напоминание, как зарождалась Америка. И здесь все про семью. Есть здесь также исповедание веры о Господе Иисусе. Здесь есть и про детей. Семья это и дети, и мама, и папа, и дедушка, и бабушка. И пусть мы сейчас пройдем, раздадим это, пускай останется хорошим подарком и памятным на день благодарения. Хорошо? Это после молитвы. Да, после молитвы. Прочитаем, дорогие братья и сестры, перед молитвой из книги Второзакония, 8 глава, с 10 по 14 стих. Затем брат Виталий Данилов совершит молитву. И когда будешь есть хлеб и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе. И когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, сегодня, поклоняемся Тебе, что Ты дал нам еще день и дал нам эту возможность сегодня предстать пред лицом Твоим, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам еще силы и здоровье. И в это тяжелое время, такое вирусное время, Ты еще побуждаешь наши сердца прийти пред лицом Твоим, чтобы прославить имя Тебя и благодарить Тебя во всякое время, Господь. И мы также просим Тебя, Господь, благослови Ты нас небесным благословением. Сохрани нашу жизнь от этого вируса, чтобы мы могли свободно приходить до молитвы, благодарить Тебя и славить Тебя. А самое главное, чтобы мы могли всегда ожидать Твое славное святое пришествие, ибо Ты стучись сегодня во всю вселенную. Для чего? Чтобы люди все могли поднять глаза свои, головы поднять ввысь, что Ты скоро градешь, Ты будешь брать искупленную свою церковь. Поэтому помоги нам, Господь, знать Тебя, Иисуса Христа, чтобы нам приготовиться, чтобы нам встретить Тебя лично, Спасителя, но только не Судью. Мы нуждаемся, Христос, в Тебе, особенно в Твоей великой милости и любви. Прости нас, Господь, в это тяжелое время, потому что мы можем согрешать, а у нас это есть. И мы всегда нуждаемся к Тебе, помилуй нас, и благослови нас, и освяти нас. А также материальное служение благослови, и руки дающие, чтобы в этом служении тоже, Господь, Тебе была, и благодарность, и слава. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И, сестры, я забыл сказать, но нас сегодня мало, да, и журнала вы можете взять своим, кто не пришел, там родным своим можете с нашей церкви тоже взять, пожалуйста, до своих. Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой. 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 Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой Сын и Дух Святой. 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 что, во-первых, обещали дожди, ну, я не вижу, чтобы оно было, может быть, и будет еще, хотя с утра был дождь, и потом погода холодная, чтобы больше не заболело людей. Вы видите, нас сегодня мало, скорее всего, это причина в том, что люди больны и не пришли. Я не думаю, что по нерадению, из-за того, что не захотели прийти в дом молитвы, наверное, веская причина, что не пришли. Это вот, чтобы не распространять эту болезнь, мы отменили парк, и не будет. Вечернего богослужения также сегодня у нас не будет, как мы и планировали, чтобы его не было. На предстоящей неделе, четверг, мы будем продолжать собираться для разбора Слова Божия, послание Коринфянам, первое послание, пожалуйста, приходите на 7 часов вечера. И следующее воскресенье в 10 часов утра у нас будет воскресное богослужение, в 9 часов утра воскресное богослужение, и в 6 часов вечера также будет вечернее богослужение. Это следующее воскресенье. Как Виталий Георгиевич сказал, есть особая просьба молиться и за больных в нашей церкви, также за Ивана Васильевича, который сейчас находится в реанимации, и подключен к аппарату вентиляции легких, неизвестно, как оно закончится, чем, но просьба молиться, Господь милостивый, я думаю, что Господь услышит молитвы народа Своего, и Он слышит молитвы народа Своего. Может быть, у кого какие-то есть еще просьбы, пожалуйста, скажите, мы в конце служения помолимся Господу. Друзья, мы... А, за фрукты, пожалуйста, да. Здесь вот немножко фруктов, овощей есть. После служения, пожалуйста, чтобы они не пропали, мы все это вынесем туда на стол, и вы можете подойти, и мы там все разделим, чтобы было поровну, и чтобы здесь... Потому что американцы будут, и кто хочет нам помочь, чтобы тоже быстренько все унести отсюда, чтобы они не видели, а то если они увидят, им не понравится. Поэтому красиво так украсили, и поэтому, пожалуйста, чтобы никто не остался с пустыми руками. Скорее всего, наверное, не из-за того, что не понравится, а из-за того, что вечером, на ночь, на всю неделю оставлять нет смысла здесь. Да, хорошо. Сегодня, как вы знаете, уже особый день. В нашей церкви в данном случае мы отмечаем праздник жатвы, праздник благодарения Господу за те дары, которые мы с вами имели. Я тоже поздравляю вас, но хотя поздравлять, в принципе, и меня не с чем, потому что я не участвовал в том, чтобы что-то вырастить. Я не копал огород, я не сажал, я не выкапывал, не садил пшеницу, не работал на комбайне, не убирал. Это мы должны благодарить, в первую очередь, Господа за тех людей, которые занимались этим и трудом которых мы с вами пользуемся сегодня, когда мы можем свободно пойти в магазин и взять все, что нашей душе угодно, все, что нам по вкусу и все, что нам нравится. Это благодарность Господу за это. И вот мы сегодня собрались для того, чтобы и поблагодарить Господа за это, чтобы проявить свою благодарность Господу в наших молитвах, в нашем поклонении, в нашем присутствии в Доме Господнем. Слово Божие говорит так, Господь, в книге Второзакония, 16 глава, 16 стих. «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога Твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опрездаков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Это действительно так. Мы с вами сегодня не должны прийти с пустыми руками. Когда душа и сердце человека наполнены благодарностью Господа, они поют и есть им что сказать и показать Господу. Когда наши сердца, наши души наполнены благодарностью Господу, и мы пришли сюда для того, чтобы высказать эту благодарность, это не является пустыми руками, но мы пришли с благодарностью, чтобы благодарить Господа. И благодарность в душе рождается от понимания того и осознания того, что сделал Господь для нас. И душа, и ум наш, и тело наше, они должны участвовать в благодарности служения Господу. Когда мы говорим о жатве, во многих церквах, да и в нашей церкви в предыдущие собраниях года, мы, люди читают, проповедники читают различные места священного писания. И о смоковнице бесплодной, и о жатве пшеницы, что много жатва поспела делателей, мало. И о плевелах, которые на поле. И часто тоже читается о жатве, которая ожидает все человечество. Действительно, это будет так. То, что человечество живет на этой земле, то, что мы с вами живем на этой земле, и потом умрем, этим все не кончается. Все-таки будет потом наступить день жатвы, когда все это проявится, и человек будет пожинать то, что он совершил здесь на земле. И вот об этом событии пророк Даниил, посмотрите, что пишет в 7 главе с 9 по 10 стих. Книга пророка Даниила, 7 глава, с 9 и 10 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяна на нем была бела, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». И также подобное мы можем прочитать и в книге Откровения, когда возле Белого престола собрались все, кто воскрес, во второе воскресенье раскрыты были книги, иная книга, которая из книга жизни, и судим был каждый по делам своим, которые записаны были в книге. Знаете, и существует два мнения об этом суде. Некоторые говорят, богословы, что этот суд будет происходить, ну как, разбирать будут наши дела в этом суде долго, потому что вечность, она будет долго, и там будет время для разбора каждого дела. Другие, наоборот, утверждают, что этот суд произойдет в мгновение ока. В мгновение все это произойдет. Ну, я не знаю, так ли это, оно или не так, не знаю, какую точку зрения поддерживать, но я знаю только одно, что Богу не нужно время, чтобы разбирать жизнь каждого. Ведь Он всемогущий, всезнающий, Он и так знает жизнь каждого человека на земле. Каждого из присущего нас, каждого живущего на земле, жизнь, поступки, слова, Господь это знает. Книги будут раскрыты не для того, чтобы Бог знакомился с ними. Вот как в суде, когда судят человека, это не значит, что судья впервые видит дела, которые предоставлены того или иного человека, которого нужно осудить. Судья наперед знакомился, уже знал с этими делами. Просто эти дела предоставлены для того, чтобы человеку, которого нужно осудить за его поступки, напомнить о том, что он сделал. И эти книги в день жатвы этой великой, они будут открыты в первую очередь для людей, чтобы показать, что они натворили здесь, живя на земле. Но не для Бога. Вам известно такое выражение, когда человек находится в какой-то экстремальной ситуации, которая грозит ему смертью. Говорят, что жизнь пролетела во мгновение ока, вся жизнь прошла перед этим человеком. Я думаю, вы слышали такое. Я слышал такое. Один брат рассказывал, что он служил в десантных войсках, и когда прыгали с парашюта, установлен был датчик какой-то там находится у них, что после покидания парашюта, после того, как карабин отстегнется, через 30 секунд парашют должен открыться. А через 30 секунд, если не открылся, парашютист должен руками сорвать кольцо, чтобы ручной открыть парашют. И вот он ошибся в подсчете, ему показалось, что он уже пролетел лишние 2 секунды, а парашют не открывается. Он говорит, что действительно передо мной за эти 2 секунды промелькнула вся моя жизнь, которую я жил, вот эти 20 лет прожил. И там на суде тоже, наверное, все так же пройдет мгновенно. Пусть Господь сохранит, и мы должны благодарны Господу, что Господь все-таки сохранил нас с вами от этой жатвы, которая ожидает всю вселенную, от этого суда. Ведь Слово Божие говорит, что те, которые избавлены кровью Иисуса Христа, те, которые очищают себя, подобно тому, как Он чист, те, которые исповедуют, те, которые живут по Слову, они избавлены от этого суда, они избавлены от этой жатвы, которая ожидает все человечество. Тех, кто не покорен Богу, тех, кто отвергал волю Божию, тех, кто противились Ему. Хочу прочитать с вами и немножко побеседовать о благодарности Господу из книги «Бытие», 40 глава, с 9 стиха, с 9 по 14. И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, одна развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараону и подал чашу в руку фараона. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви – это три дня, через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Из 20 по 23 стих. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих, и вспомнил о главном виночерпи и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпи на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный виночерпи об Иосифе, но забыл его. Я думаю, что вам известна эта история, которая записана в книге Бытие в 40 главе, когда Иосиф находился в темнице, и когда темничный начальник темницы этой расположился, опять же, по милости Божьей к нему, все предоставил руку Иосифа, и он был там как надзирателем, то есть каким-то своего рода начальником над всеми заключенными. И поскольку он был начальником, он, наверное, имел общение со всеми, и вот однажды он заметил, что эти два человека, виночерпи и хлебодар, они чем-то опечалены. Слово Божие не говорит, чем они провинились перед фараоном, по какой причине они оказались в темнице. Но факт остается фактом, они там оказались, и вот они были смущены. И когда Иосиф спросил их, о чем они смущены, что случилось, они каждый рассказал свой сон, что каждому приснилось. И Иосиф растолковал эти сни, и когда растолковал, он обратился к виночерпию, что вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделай мне благодеяние. А хлебодару он ничего не обращался, потому что он был уверен, что сны растолкованы верно, и хлебодар будет казнен, а виночерпий снова увидит лицо царя. И есть возможность, чтобы через него как-то получить освобождение из темницы, освобождение из заключения. И вот через три дня все это сбылось, и теперь Иосиф был полный, наверное, уверенности в ожидании, что вспомнит о нем виночерпий, расскажет фараону, и таким образом избавится от заключения в темнице. Но проходили недели, проходили месяцы, прошло два года уже, но от виночерпия никаких не было известий, никаких не было попыток даже освободить Иосифа. И мы с вами прочитали, и не вспомнил виночерпий, главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. То есть, другими словами, сегодня мы можем посмотреть так на этого виночерпия, что он олицетворяет или представляет людей, которые забывают благодарить, людей, которые являются неблагодарными, забывают, что нужно благодарить за добро, оказанное им. И неблагодарность – это свойственно вообще человеку грешному. И это становится главной такой характеристикой, я бы сказал, и в настоящее время. Апостол Павел в послании к Тимофею, говоря о последнем времени, я бы сказал так, что даже о нашем времени, в котором мы с вами живем, а это действительно последнее время, он пишет так, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, ну и тому подобное». И вот главный виночерпий олицетворяет очень многих людей, живущих сегодня. Это действительно оно так. Хотелось бы с вами три таких области, или можно, если так сказать, три состояния, когда люди проявляют свою неблагодарность, три проявления таких неблагодарностей людей. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, что это неблагодарность детей по отношению к своим родителям. И это действительно так. Мы это замечаем, мы это видим, что очень многие дети неблагодарны своим родителям. Слово Божие говорит, что «Почитай отца твоего и мать твою». И это дважды упоминается в Ветхом Завете, это шесть раз упоминается в Новом Завете, и эта заповедь, она без каких-либо условий. Не написано, что «Почитай отца твоего и мать твою, если они были добры к тебе». Не написано «Почитай отца и мать твою, пока они заботятся о тебе, пока они кормят, одевают тебя». Нет, это не написано. Просто написано «Почитай отца твоего и мать твою». И это имеется в виду во все дни жизни, сколько бы они ни жили, каким бы ты ни был возрастом, ты должен почитать отца и мать, оказывать уважение, почтение, оказывать помощь. Я как-то читал за одного шотландского проповедника Давида Левинстон, который проповедовал в Шотландии. И вот история рассказывает о том, что они, он и его братья и сестры, любили своих родителей, действительно почитали их. И они установили памятник своим родителям, на котором написали, высекли на камне такие слова. «Для указания места, где покоится Нил Левингстон и его жена Агнеса. И для выражения благодарности Богу их детей за бедных и благочестивых родителей». Даже после смерти, вот они благодарны Господу за то, что родители были благочестивы, хотя и были и бедные. Помню, в школе мы изучали, когда английский язык у нас был, урок английского языка, нас заставляли читать на английском языке, не знаю, оригиналы или не оригиналы в то время, трудно сказать, я не помню. Но, в частности, король Лир, его историю там знакомится, сочинения писали о нем. И вот эта история короля Лира, как его дети, его дочери, они пренебрегли, когда он обеднел, когда он был забытый всем, и они не хотели его принимать в свой дом, отказывались от него. И вот в таком переживании, в таком отчаянии этот король Лир высказал такие слова. «Больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка». И это действительно так. Хотелось бы сегодня и к детям, вот здесь сегодня сидят, ну, молодежи сегодня мало, но хотелось бы тоже обратиться. Когда последний раз вы говорили своим родителям, что вы любите их? Когда последний раз вы обнимали их? Когда вы в последний раз имели общение с ними? Когда в последний раз вы чем-то помогали им? Находились рядом с ними? И неблагодарность по отношению к родителям – это проявление жестокости и зла сердец человеческих. Это жестокость и зло, которое живет в сердце человека. Пусть Господь сохранит, дорогая молодежь, дети, что вот этих вот качеств, жестокости, зла, но чтобы быть благодарным Господу за родителей, почитать отца, почитать мать, в каком бы они возрасте не были, в каком бы состоянии они не были, в каком бы уровне ума они не находились, Господь хочет, чтобы это почитание было во всю жизнь. Второе – по отношению к своим друзьям и ближним. То есть неблагодарность по отношению к друзьям, неблагодарность по отношению к ближним. В Библии есть примеры, которые приводятся, библейские примеры неблагодарности человеческой. Вот смотрите, когда Иисус Христос был на земле, когда Он совершал свои чудеса, исцеления, проповедовал, однажды, идя, Он встретил 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и стали просить Его, чтобы Иисус очистил их, освободил их от этой проказы. Мы читаем, что Господь сказал им, что пойдите, покажитесь священникам. И написано, что когда они шли по дороге, они очистились. Когда они увидели, что они очистились, лишь только один из десяти вернулся назад, Он не пошел к священникам, Он не пошел исполнять то, что повелено было по закону, потому что это было возможно сделать и после. Но Он немедленно вернулся обратно к Иисусу Христу и воздал Ему славу, поблагодарил Его. А остальные девять? Христос спрашивает, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Часто мы помнят с вами оскорбления, запоминаем обиды, которые нам нанесено, но как мало среди нас, как мало среди верующих, я имею в виду, кто не забывает благодарить тех, кто оказывает какое-то благодеяние, кто оказывает какую-то помощь человеку. В первой книге Царств 25 главе описана история, которая произошла с царем Давидом. Но там не только царь Давид, там и другое семейство. Семейство Навала было вовлечено в это событие. Когда Давид убегал от Саула, написано, что они находились недалеко от полей, на котором спасся скот Навала. И они оберегали этот скот, они охраняли, не трогали без разрешения для того, чтобы употреблять пищу. Но когда пришло время, и они обратились к Навалу для того, чтобы тот оказал им помощь продуктами и пищей, тот в своей жестокости отказался. Он не видел того благодеяния, он не видел ту помощь, которую Давид и его воины оказывали ему, ту защиту. Он имел неблагодарное сердце. Он отказал в этой помощи, когда Давид оказался в нужде. Но на этом история не заканчивается. Мы дальше читаем с вами, что неблагодарность Навала, она погубила его. Дни через десять Господь поразил Навала, и он умер. 25 глава книга Царств, первая книга Царств. Неблагодарность, жестокость – это не просто плохие черты характера. Это может служить тому, что человек может погибнуть. Это может погубить человека. Апостол Павел в послании к римлянам пишет так о людях, которые неблагодарны Богу. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, то предал их Бог, похотя их сердец, их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца. Благодарить окружающих людей, те, которые оказывают нам какое-то внимание, оказывают нам какую-то помощь, нужно буквально за все, особенно в наших семьях. Дорогие друзья, братья, подумайте, сестры, подумайте, как часто мы благодарим за такие мелочи, как свежевыглаженные рубашки, вовремя приготовлен обед, вовремя что-то сделано в семье, за бытовые, простые бытовые услуги. Благодарим ли мы друг друга? Муж, жену, жена мужа, дети родителей, родители детей, или принимается это все так, как оно должно быть, вроде бы это так должно быть, и не за что благодарить. Это проявление благодарности, это оно угодно Господу, если мы благодарны, в первую очередь, своим ближним и всем людям, которые окружают нас и которые нам в чем-то что-то оказывают. Третье, неблагодарность по отношению к Богу. Я думаю, что это, возможно, самое главное, что может испортить, я бы сказал так, отношение человека с Богом, что может удалить человека от Бога. Много ли из нас, или много ли тех, скажем, христиан, верующих людей, которые ежедневно благодарят Господа за крышу над головой, за хлеб, который имеет, за силы жить, за способность видеть, слышать, работать, многие ли благодарны Господу за это, или мы принимаем это от Бога как необходимость, как Бог нечто должен это было сделать. Мы часто даже не сознаем, что все это от Бога, не от нас, не от наших усилий, не от наших способностей, но все это от Бога. Да, мы можем сказать, что мы работали своими руками, прикладывали усилия, мы сами поехали в магазин, купили хлеб, мы даже порезали этот хлеб на столе, но мы забываем, что силы для работы, средства, которые мы зарабатываем, и способы, чтобы заработать этот хлеб, это все от Бога, это все от Него, это все от того, кто дает эти блага, подателю благ человечеству. И многие из нас благодарят Бога за то, что мы все-таки оставшись склонны к греху, и живя иногда, допуская грех своей жизни, Господь все равно продолжает любить нас, и посылает свою милость, и дает еще, продолжает нас дыхание жизни. А ведь совершенный грех или зреющий грех в нашем сердце, в наших умах, это прямой отказ от власти Бога, прямой отказ от участия Бога в нашей жизни. Но, несмотря на это, он продолжает подавать нам свое это дыхание. Как-то читал я один рассказ в одной из больниц, где находились душевно больные, пришел священник для того, чтобы совершить своего рода как молитву там, или литургию, или просто проверить больных. И вот один человек, который душевно больной был, у которого память как бы временами возвращалась, и вот когда он увидел священника, память у него уже была, еще он, как говорится, не впал опять в следующую фазу такую слабоумия, он спрашивает этого священника, скажите, батюшка, вы хоть раз благодарили Господа за то, что вы имеете светлый ум? И за это мы должны благодарить Бога, за то, что Господь дает нам еще способность различать добро и зло, за то, что дает способность нам иметь общение с Богом и сознавать, кто такой Бог, что Он любит нас, что Он прощает нас, что Он дает нам все необходимое для нашей жизни. И вот неблагодарность, которую мы проявляем часто к деяниям Бога, это является действительно прямым грехом, прямым противлением Богу. И мы часто забываем благодарить Бога. «За все благодарите», так пишет апостол Павел в послании фессалоникийцам. И вот эта фраза, я думаю, что вот эта фраза должна для нас стать как бы лапмусовой бумажкой, чтобы иметь возможность проверить, верили мы. Если мы в вере, мы будем иметь благодарное сердце. Если мы в вере, мы будем любить Христа настолько, чтобы реально благодарить Его за все и хорошее, и плохое, что случается в нашей жизни. Или разве что, может быть, мы прилепились к Богу и обращаемся только ради того, чтобы нам было хорошо, чтобы Господь сделал какие-то больше комфорта в нашей земной жизни, чтобы комфорт этот возрастал. В псалом есть такой, где слова звучат «Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил». И вот величайший дар данный нам Бога – это Сын Его, Иисус Христос, а наш Спаситель. И апостол Павел ничто другое не нашел сказать, когда говоря об Иисусе Христе, хотя у него было много слов, и он много писал, но в данный момент он только одно с таким выражением, как бы с восклицанием говорит «Благодарение Богу за незреченный дар Его». То есть невозможно объяснить, сказать, объяснить, вникнуть в этот дар Божий Иисуса Христа, что мы в Нем имеем и что Он для нас совершил. Для Бога важно наше сердце. Для Бога важно, когда мы являемся благодарны Ему за все, что происходит в нашей жизни, когда мы благодарные искренние люди. Давайте будем в нашей жизни не ссориться, давайте не будем жаловаться друг другу, завидовать, но будем всегда благодарны Господу за все, что Господь дает нам, за все, что посылает. Не будем похожи на этого виночерпия, который, когда ему хорошо, забыл обо всем, потому что ему хорошо. То, что кто-то там находится в темнице, кто-то там сделал благодеяние, которое это объяснил ему, вселил надежду, радость, его сердце упования, своим толкованием сна. Но когда он вышел оттуда, он забыл об Иосифе, он перестал быть благодарным и не подблагодарил его. Бог очень много приготовил для людей с благодарными сердцами. Давайте мы с вами станем одними из тех, которые воспользуются вот этим многим, когда Бог возьмет нас в себе, когда мы увидим Иисуса Христа лицом к лицу. И в нашей жизни будем стремиться к тому, чтобы благодарить Его, чтобы жизнь наша была сеянием доброго, разумного, вечного, для славы Господа, для пользы окружающих нас людей, для восполнения нужд не только наших близких, но и всех людей, среди которых мы находимся. И не будем унывать, потому что Слово Божие говорит, «Ибо есть награда за труд Твой», говорит Господь. Пусть Господь поможет нам в этот день, в этот день, когда мы отмечаем праздник Жатова, еще раз проверить наше сердце, есть ли там благодарность, есть ли нету, еще есть возможность измениться, еще есть возможность прийти с благодарностью Господа и быть в жизни Ему благодарным. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... 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 Аминь. Аминь. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, что и в этот день Ты еще раз напоминаешь нам о том, что Ты наш Господь, что наша жизнь, наше хождение, существование на этой земле, оно полностью зависит от Тебя, что Ты все во всем. Ты даешь силы и для труда, Ты даешь силы, Господь, и для служения. Ты посылаешь, Господь, все необходимое в нашей жизни для того, чтобы мы не забывали благодарить Тебя. Помоги, Господи, чтобы в этом благополучии, в котором мы находимся сегодня, и не только мы, но дети наши, внуки наши, они не забыли о Тебе, не забыли о тех благодеяниях, которые Ты оказал. Особенно, самое главное, что не забыли о той голговской жертве, которая была принесена во искупление каждого из нас. Благодарим Тебя, наш Господь, за эту милость, за эту благость, за то, что Ты не погнушался нами, но пришел в этот мир, чтобы найти и спасти нас, чтобы соделать нас причастникам Твоего Божеского естества. Слава Тебе, благодарность за это. Господи, мы также еще раз благодарим Тебя за те блага, которые Ты посылаешь нам, за хлеб, который мы имеем, и за многое другое, что мы можем свободно купить в магазинах. Мы благодарим Тебя, Господи, и за тех тружеников, которые трудятся на полях, которые все это выращивают, собирают, сохраняют, и мы пользуемся этим трудом. Благослови, Господь, еще эту страну и наш штат. Благослови тех работников на полях. Дай, Господи, еще продлиться этому времени благополучия, мира, покоя. Господи, мы просим Тебя, чтобы эти все бунты, они утихли, чтобы люди могли осознать, что они зависят лишь только от Тебя, от Твоей милости, чтобы не надеялись на свои силы, на свои способности, но все упования возложили лишь только на Тебя. И мы, Господь, возлагаем все упования только лишь на Тебя, потому что Ты, Бог наш и Спаситель наш. Благослови, Господи, на всех стоящих пред лицом Твоим, чтобы наши сердца были преисполнены благодарностью в любое время жизни нашей. Благослови, Господи, тех, кто находится на одре болезни, тех, кто не мог разделить с нами сегодня общение. Ты дай, Господь, им Твое утешение, Ты дай Твою им помощь, выздоровление, потому что Ты врач, Божественный врач и Бог, Который только Ты можешь даровать освобождение от всякой болезни. Благослови, Господи, просим Тебя и также молодежь нашу, подростков, воскресную школу, помоги, чтобы наши служения, они всегда были угодны в очах Твоих, и чтобы Ты мог благословить каждого из нас. Надеемся, Господи, на Твою милость. Просим Тебя и за эту нужду, за Ивана Васильевича, Ты знаешь, Господи, его тяжелое состояние. Прибудь с ним там, прикоснись к Господь Твоей всемогущей, исцеляющей рукой, даруй ему и облегчение, и выздоровление, восстанови его силы. Верим, Господи, что Ты всесилен и всемогущий. Сила Твоя та же, Ты, она не оскудевает, потому что Ты такой же, что был и много веков назад, и такой же сегодня, и наперед, впредь Ты будешь, такой же всемогущий и славный Бог. Да будет Твое имя благословенно во всем этом. В Твои руки, Господи, мы доверяем сегодня и Себя. Наш путь домой, сохрани в дороге, сохрани, Господи, и на вторую половину каждого из нас. Даруй Твою милость для нас. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общения Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Служение наше закончено, братья и сестры, с миром Божьим будем расходиться. Я благодарю сегодня братьев Окуневой, семью Крюковых за программу, молодежь, которые, детей, которые подготовили программу. Окуневой, семью Крюковых государственные наглядь и сестры, Portавол ание ,